Майкл, спасибо за интервью. Рада вас видеть в эфире «Дождя». Рад быть с вами. Поздравляю с новым офисом. Благодарю вас. В первую очередь, я, конечно, хотела бы обсудить с вами визовый вопрос, который, как мне кажется, сейчас стал едва ли не главной темой мировых новостей. Я читала ваши предложения по поводу пошлины для россиян. Не могли бы вы разъяснить свою идею? Первое, что я хочу сказать по поводу визового вопроса, это то, что все независимые страны имеют право решать, кто будет приезжать в их страну, а кто нет. Путешествие за границу — это привилегия, а не право человека. Бытность моего послом США в России, я спорил об этом с Сергеем Лавровым. Помню, мы приняли закон Магнитского, когда я был послом, и от правительственных чиновников в России я постоянно слышал, что это нарушение прав россиян. А я говорил, что согласно американской конституции, ни один россиянин не обладает правом посещать Диснейленд. Это привилегия, и мы должны уважать суверенитет государств, особенно демократически избранных правительств. Которые принимают или не принимают подобные решения. Это первое, что я хотел сказать. Второе. Моя личная точка зрения, я бы хотел подчеркнуть, что это именно личная точка зрения, это не точка зрения правительства, такова. Я не поддерживаю ковровые запреты на выдачу виз. Моя страна так делала. Так делала администрация Трампа в 2017 году на основании религии и того, откуда родом люди. Я считал, что это непродуманное решение господина Трампа. Что я бы хотел делать вместо этого? Взимать плату со всех россиян, которые путешествуют за границу. Это может быть небольшая плата, и деньги будут переводиться в фонд восстановления Украины. Лично я, как налогоплательщик Соединенных Штатов Америки, уже перевожу деньги правительству Украины. Большинство европейских налогоплательщиков делают то же самое. Почему этого не могут делать россияне? Мне это кажется логичным. Они тоже должны вносить свой вклад в восстановление Украины, независимо от своей политической позиции. Это же не политическая позиция. Это гуманитарная помощь. То есть вы предлагаете ввести такую пошлину не только на получение туристических виз, но для всех россиян, которые собираются посетить европейские страны или Соединенные Штаты, вне зависимости от мотивов выезда? Да, именно так. Для всех? Для всех. Кстати, я хочу, чтобы больше россиян уезжали из России и получали визы для обучения в Соединенных Штатах, для обучения в Европе, для работы в Европе, для работы в Соединенных Штатах. Мне кажется, что наша нынешняя система недостаточно эффективна. Сейчас россиянам очень сложно покинуть Россию. А мне кажется, что это не отвечает интересам моей страны. Я думаю, что мы должны приветствовать россиян, желающих работать в Соединенных Штатах и вносить свой вклад в нашу экономику и наше развитие, вместо того, чтобы вносить вклад в укрепление режима Путина. Мне кажется, это бы послужило национальным интересам Америки. Я хочу, чтобы появилась новая система, в рамках которой будет проще получать визы, не сложнее. Конечно, вы слышали и голоса россиян, самых разных россиян, и представителей российских властей, и российских либералов, которые считают, что любого рода сборы или визовые запреты, любые шаги – это дискриминация российских граждан, и что это никак не вписывается в концепцию западной демократии. Как вы отвечаете на такое? Во-первых, пошлины на получение визы вводятся по всему миру постоянно. Я сам много раз их платил. Во-вторых, я бы сравнил это с покупкой билетов на футбол в Стэнфорде. Я могу заплатить деньги и получить билет на футбол, но я могу сделать дополнительное пожертвование и получить место получше. Россиян же никто не заставляет ехать в отпуск на французскую ривьеру. Никто не заставляет россиян ехать во Францию или Эстонию. Они могут поехать в Беларусь. Беларусь – это неплохое место для туризма. Никто не внушает им, что нужно обязательно пересекать границы Евросоюза. Но, если они хотят отправиться в путешествие, то должны внести свой вклад в восстановление Украины. Это первый аргумент. Это не дискриминация, это выбор россиянина, платить пошлину или нет. Во-вторых, почему моя мама в Монтане, которая платит налоги в бюджет США, должна платить за восстановление Украины? А богатые россияне, которые ездят в отпуск на французскую ривьеру, не несут никакой ответственности? Я принципиально этого не понимаю. Почему мы должны платить за восстановление Украины? А россияне, чье правительство вторглость в Украину и разрушает ее, не несут никакой ответственности. Я считаю, что все хорошие люди мира, независимо от цвета вашего паспорта, несут обязательство помочь в восстановлении Украины. И когда я говорю с россиянами, большинство моих друзей россиян со мной соглашаются. Это не наказание, это ответственность, которую они готовы принять добровольно. Вы говорите, что этот сбор будет, как бы это сказать, что платить его, по вашей задумке, должны все россияне, вне зависимости от того, богаты они или нет, едут они на французскую ривьеру или бегут от политического режима. Так как это работает? Опять же, я говорю о небольшой сумме. Люди постоянно используют слово «наказание». Почему это наказание, помочь в восстановлении Украины? Это благое дело, это щедрый поступок, это то, что люди должны хотеть делать. Я сам это делаю и своими налогами, и своим личным вкладом. В чем проблема заплатить 50 евро для участия в восстановлении Украины? Я просто отказываюсь принимать такую парадигму, при которой это наказание. И во-вторых, мне кажется, это нормально, что все россияне будут платить такой налог. Кроме того, я считаю, что должны работать более совершенные системы, которые бы помогали россиянам, бегущим из России от политического преследования, чтобы предоставить им лучшие возможности на Западе. Вы и сами прекрасно знаете, что многие россияне даже не могут открыть счет в банке, когда приезжают на Запад. А ведь они не поддерживают войну. Я помогал другим россиянам выйти из санкционного списка. Я не буду называть их имен, но это радикальные противники режима Путина. Тем не менее, они попали в санкционный режим, потому что санкционный режим — это не самонастраивающийся режим. Поэтому для тех россиян, которые хотят убежать из путинской России по политическим причинам, мы должны реформировать визовую систему. Конечно же, в моей стране, а также во многих европейских странах. Вы упомянули санкционную систему США и заметили, что она работает не совсем правильно, так? Я не буду просить вас назвать конкретные цифры, но мне все-таки интересно, сколько примерно людей, по-вашему, из числа российских граждан попали в санкционные списки незаслуженно, или, можно даже сказать, несправедливо? Давайте я скажу конкретно. В реальных санкционных списках, принятых правительством Соединенных Штатов, на мой взгляд, пока еще нет несправедливо включенных россиян. Есть отдельные случаи богатых людей, которые считают, что они не должны быть в санкционном списке. Можем поговорить о них. Но, в общем, они хорошо справляются с ситуацией и ведут себя разумно. О чем говорю я — это компании, американские компании, решившие уйти из России. Например, виза и мастеркард. Если у вас есть карта визы или мастеркард, которые привязаны к счету открытому в России, и вы уехали из страны, вам будет очень сложно использовать такую карту. И вот об этих людях я и волнуюсь. Я, например, беспокоюсь о замороженных банковских счетах российских граждан в Соединенных Штатах и Европе. Потому что банки стараются соответствовать тому, что они считают правилами применения санкций. И они блокируют все счета. Они блокируют счет российского олигарха, но они также блокируют счет российского лидера оппозиции. И для таких случаев, я считаю, у нас должна быть более умная система. Которая могла бы различать такого рода ситуации. Просто чтобы прояснить, уверены ли вы, что все люди, попавшие в санкционные списки Евросоюза и США, и в первую очередь я имею в виду Соединенные Штаты, поскольку вы больше связаны с американским правительством, что все эти люди того заслуживают? Отличный вопрос. Есть несколько случаев, в отношении которых я не уверен, что все полностью справедливо. Лично я... Опять же, это мое личное мнение, я постоянно буду это подчеркивать, потому что я не работаю в администрации Байдена, я не работаю на украинское правительство, я профессор в Стэнфорде. Но лично я считаю, что нам нужен механизм, который позволит людям выходить из санкционного списка. Как мне кажется, можно поступить очень просто. Вы можете попросить людей из списка, во-первых, осудить войну, и, во-вторых, пожертвовать часть своего состояния. Я отмечу большую часть своего состояния, мы же говорим о миллиардерах, в конце концов, на восстановление Украины. Если вы это делаете, то можно запустить процесс. Это не будет работать для всех. Не думаю, что господин Шойгу и подобные ему люди должны иметь возможность выйти из санкционного списка. Но для таких случаев, о которых вы говорите, для неоднозначных случаев, я считаю, должен быть умный механизм выхода из санкционного списка. Потому что сейчас, если ты попал в список, выйти из него практически невозможно. Для этого нет механизма. И возвращаясь к пошлинам, о которых вы говорили вначале, некоторые критики сейчас задаются вопросом, А как насчет иранцев, или граждан Саудовской Аравии, или Северной Кореи? Почему они не платят этот сбор, когда путешествуют? Если у них, конечно, есть возможность путешествовать, что бывает редко, но все же. Почему они не платят за преступления своих властей? И я слышу этот аргумент очень часто, не только в отношении американских санкций и ограничений, но и в отношении европейских ограничений и идей запретить въезд россиянам. Почему саудовцы не платят? В первую очередь хочу прояснить. Я не поддерживаю запрет для всех граждан. Некоторые люди его поддерживают, некоторые государства его поддерживают, украинцы его поддерживают. Я нет. Хочу, чтобы это было понятно. Я много раз спорил с такими европейцами и говорил, что не согласен с этой идеей. У меня другая идея. Помощь, небольшой сбор, который пойдет на восстановление Украины. Со всем уважением гражданам Северной Кореи и Саудовской Аравии отмечу, что у нас в США не так много северокорейских или иранских туристов. Но я бы сказал, прекрасно, давайте и для них сделаем так же. Я не против. Думаю, им всем стоит платить пошли, но если и государства вторгаются на чужие территории и аннексируют их. Я бы также отметил, что страны, которые вы упомянули, не уничтожают до основания и не аннексируют территории своих соседей, хотя Саудовская Аравия несет некоторую ответственность. Мой ответ – да. Давайте введем новую норму, чтобы все делали так же. У меня нет возражений и думаю, что это хорошая идея. Окей, последнее, о чем я хотела бы вас спросить, Майкл, как у опытного дипломата. Вы знаете, что многие сравнивают положение России с положением Ирана. Против Ирана введены жесткие санкции, но это ничего на самом деле не изменило. Это не помогло. Эксперты говорят, что Иран не продвинулся ни на шаг в контексте демократического развития, соблюдения прав человека и так далее. В чем, с этой точки зрения, смысл санкций, если они не помогают демократии? Это отличный вопрос и очень сложный вопрос. Давайте немного обратимся к истории. Я работал в Белом доме, когда мы ввели санкции против Ирана. Кстати говоря, Россия нас в этом поддержала. Совбезон принял резолюцию номер 1929 в мае 2010 года. И Китай тоже поддержал. Но господин Путин об этом любит забывать, но он поучаствовал в введении санкций против Ирана. Тогда целью этих санкций было давление на власть страны, чтобы они перестали разрабатывать ядерное оружие. И эта цель была достигнута. Санкции против Ирана сработали. Автократы во всем мире хотят, чтобы люди верили в миф о том, что санкции не работают. А они сработали просто замечательно. И мы заключили ядерную сделку. Я считаю, что это было блестящее достижение президента Обамы во внешней политике. Проблема в том, что господин Трамп потом отказался от этого соглашения и вышел из сделки. И на мой взгляд, это была катастрофическая ошибка. Но в целом, это был один из немногих случаев, когда санкции сработали очень эффективно. Теперь, когда мы сравниваем Иран с Россией, я бы сказал две вещи. Во-первых, я бы сравнивал Россию не с Ираном, а с Саддамом Хусейном и его вторжением в Кувейт. Аннексией Кувейта. Это гораздо более похожая ситуация. Людям стоит изучить историю этого вопроса. Потому что в конце концов, Ираку пришлось выплатить миллиарды долларов репараций Кувейту. Почитайте об этом. Миллиарды долларов. Вот аналогия. Путина никто не провоцировал. Это была ничем не спровоцированная война. Он аннексировал территории точно так же, как с Адамом Хусейном. И в конце концов, Россия должна будет платить репарации Украине. Неважно, через те механизмы, о которых говорили мы с вами, или напрямую от государства, но они должны будут, как мне кажется, заплатить за эту войну. Во-вторых, подумайте об альтернативном сценарии. Как я считаю, санкции нужны для того, чтобы остановить кровопролитие. Не для того, чтобы сменить режим, не для демократии, а очень четко, если вы послушаете, что говорят в администрации Байдена, для давления на Путина, чтобы остановить вторжение в Украину. И, кстати, я думаю, если Путин остановится, то США будут настаивать на снятии санкций, как сделал президент Барак Обама после подписания ядерной сделки с Ираном. Но когда люди говорят, что санкции не работают, то, смотрите, в первую очередь есть довольно убедительные данные о российской экономике. Они демонстрируют, что санкции производят эффект. К тому же, какие еще есть варианты? Ничего не делать? Нам вообще ничего не нужно делать? Просто сидеть и смотреть, как Путин торгается в Украину и использует грубую силу, чтобы убивать мирных жителей? Нам просто сидеть и смотреть? Но вам на это возразят, что Украине нужно давать больше оружия и другой поддержки от западного мира, а не вводить санкции против российских граждан, поскольку на самом деле это не помогает Киеву победить в войне. Позвольте мне ответить на это. Разумеется, Украине нужно больше оружия, и его нужно доставить как можно скорее. Во-вторых, против российских граждан не вводили масштабных санкций по большому счету. Это миф. Обычные россияне... Я говорю о перспективах. Ну, это понятно, но мое правительство не вводило санкции против российских граждан. Если вы посмотрите на документы, я координировал работу над санкциями вместе с экспертами со всего мира. Наша рекомендация — точечные санкции. Против 9 тысяч россиян, которые поддерживают путинский режим. И опять же, мы вводим ограничения не против людей, а против должностей, которые они занимают. Мы говорим, если ты член Единой России, ты под санкциями. Но мы даем людям выборы. Если не хочешь быть под санкциями, выходи из Единой России. Не хочешь быть под санкциями, оставь свой пост в Совете директоров Роснефти. Кстати, Герхард Шрёдер так и сделал после того, как мы опубликовали документы. Я сегодня прочитал ужасные новости о пытках Алексея Навального. О том, что он в ШИЗО, и его близкие опасаются за его жизнь. Когда я вижу всё это возмущение о нарушении прав россиян, лишённых возможности провести отпуск в Эстонии, да, моя позиция по этому вопросу иная. Но когда я вижу весь этот праведный гнев из-за того, что права россиян нарушают, я хочу напомнить всем об Алексеи Навальном. Его права были нарушены. И мне сложно всерьёз переживать о правах российских туристов в Таллине, когда я не вижу, чтобы люди говорили о правах Алексея Навального. Майкл, когда Навального отравили, а потом он вернулся и его задержали, а потом был этот ужасный суд, вы это, конечно, помните, то ничего на самом деле не изменилось. Не было серьёзных санкций, не было красных линий для Кремля. Не поймите меня неправильно, не моя роль призывать к санкциям против Российской Федерации. Однако не могу не напомнить, что когда российские либералы, гражданское общество ожидали чего-то, какой-то поддержки, способной остановить путинские репрессии, ещё до вторжения в Украину, никто ничего не сделал. Я согласен. Это была огромная трагедия и гигантская ошибка. Президент Трамп ничего не сделал. Он даже не назвал имени Навального после отравления. И мне кажется, это была колоссальная ошибка. Не только со стороны США. Я думаю, реакция на его отравление, на его незаконное заключение со стороны Запада была крайне слабой. На мой взгляд, это была гигантская ошибка. Большое спасибо. И до встречи на дожде. Отлично. Давайте будем на связи.